Финал близок. В Иркутске предстанет перед судом лидер преступного сообщества по предоставлению интим услуг. Мужчина обвиняется в совершении 14 эпизодов преступлений. Среди них создание преступного сообщества, вовлечение в занятия проституцией, в том числе несовершеннолетних, похищение человека, организованной группой лиц, вымогательство. В ходе предварительного следствия по уголовному делу допрошены более 250 свидетелей, проведены 40 проверок показаний на месте с обвиняемыми, потерпевшими и свидетелями, 22 обыска, более 60 осмотров мест происшествий. О других не менее важных и резонансных событиях дня расскажем в ближайшие полчаса. В эфире новости по будням. Здравствуйте! Ну а прямо сейчас вас ждут короткие анонсы основных тем выпуска от наших корреспондентов. Опасное хобби. Сразу два рыбака провалились под лед в Иркутской области. Одному удалось спасти, второй погиб. В выпуске разбираемся, зачем люди в регионе продолжают рисковать своей жизнью. Меняется жизнь, меняется и благотворительность. Как теперь из-за ситуации с коронавирусом в Иркутске творятся добрые дела, с учетом того, что мы все больше уходим в онлайн, выясняем сегодня. Разберемся сегодня и в том, насколько прочно в нашу жизнь могут войти так называемые феминитивы. Что это такое и как к подобным изменениям языка относятся профессионалы, узнаете в программе. Запрограммируем вас на хорошее настроение в рубрике «Повесточки». Для этого объясним, кому и зачем в регионе необходимо несоленое сало и семечки, какие 100 баллов помогут жителям нашей области получить ценные сертификаты и что такое трудовая спячка. И теперь о событиях дня подробнее. Сразу два рыбака в Иркутской области провалились под лед. Первый инцидент произошел в Нижнеудинске. Мужчина не смог выбраться из ледового плена и утонул. Тело рыбака было обнаружено в 10 метрах от берега. Еще один несчастный случай произошел и в Усть-Куте. Там под 50-60-летним рыбаком также провалился лед. Мужчина оказался по пояс в воде и безуспешно пытался выбраться. В этот момент его заметил другой рыбак. Он вытащил мужчину подручными средствами и вызвал врачей. Медики зафиксировали удовлетворительное состояние пострадавшего. А вот состояние льда в Иркутской области сейчас совсем неудовлетворительное, даже на севере. На особом контроле сейчас Киринский, Бодайбинский и Мамско-Чуйские районы. Для пресечения фактов выхода на неокрепшую поверхность водоемов инспекторы проводят регулярные рейды. К сожалению, мы в соответствии с административным кодексом не можем привлечь к административной ответственности тех или иных людей, которые выходят именно на лед. С ними как раз и проводим профилактическую работу путем проведения убедительных каких-то там просьб. Всего с начала года на территории Иркутской области произошло 34 происшествия, связанные с провалом и утоплением людей, на которых погибло 36 человек, 5 из которых дети. Помощь волонтеров прямо сейчас требуется 9 больницам и поликлиникам Иркутска. Об этом заявили общественники региона. В частности, необходимы добровольцы, которые будут развозить лекарства. Амбулаторным больным помогать медперсоналу и информировать граждан о необходимости выполнения профилактических мер для борьбы с коронавирусом. Тем временем, на правительственном уровне продолжается рассмотрение резонансных законопроектов, в частности, обведение обязательных QR-кодов на авиационном и железнодорожном транспорте. По результатам анализа, Совет Государственной Думы отправил документ на обсуждение до 14 декабря. За это время представители общественности и бизнеса должны высказать свои замечания и предложения по данному вопросу. Тем временем, в Министерстве образования и науки России заявили, что отечественные вузы могут сами по собственному желанию вводить QR-коды для привитых студентов, либо проводить занятия в удаленном формате. Кроме того, в ближайшее время жители России, которые переболели коронавирусом в бессимптомной форме, также могут получить необходимый сертификат, если смогут подтвердить болезнь документально. За минувшие же сутки в Прибайкалье выявили 582 новых случаев заражения COVID-19. 31 пациент скончался. Помощь волонтеров необходима не только для борьбы с коронавирусом. Ведь кто-то должен восстанавливать леса, беспокоиться о бездомных людях, о семьях, которые находятся в трудной финансовой ситуации. Как сейчас можно творить добрые дела, когда все уходят в онлайн из-за пандемии, расскажет Юлия Шинкарюк. Телефон в современном мире как продолжение руки. Без него никуда. Особенно он выручают сейчас, когда из-за ситуации с коронавирусом мы вынуждены дистанцироваться от всего мира. Кстати, с помощью этого устройства мы можем даже стать волонтерами и помогать любым благотворительным организациям. Все иркутские добровольные организации сейчас пытаются по максимуму использовать онлайн-формат. К примеру, фонд «Оберег» запустил обучение для волонтеров, которые хотят помогать в поиске пропавших людей. Для этого не нужно обладать специальными навыками. Достаточно иметь телефон или ноутбук. У нас есть классная должность, роль такая. Это информационный координатор. То есть это человек, который занимается именно поиском информации о пропавшем. То есть у нас есть свидетельства, человек опрашивает заявителя, он рассылает информацию. То есть для того, чтобы разослать информацию по соцсетям или мессенджерам, не нужно куда-то идти. Это достаточно действительно телефон, ноутбук. Куда-то идти не придется, даже если вы хотите пожертвовать одежду, обувь и игрушки. Волонтеры могут сами приехать к вам и забрать вещи. Но это в том случае, если вы плохо себя чувствуете или вынуждены сидеть дома. Найти таких добровольцев можно через соцсети. Не выходя из дома, реально даже посадить дерево. Для этого достаточно перевести небольшую сумму через приложение банка в благотворительный фонд «Подари планете жизнь». Зайдя в приложение, вы можете подписаться, оформить ежемесячную подписку. Себестоимость посадки маленького саженца вместе с работой, с людьми, совсем 50 рублей. Например, оформить подписку на 50 рублей в месяц, это одним кликом или двумя кликами в телефоне, это, конечно, легко. Помимо высадки деревьев, волонтеры проводят уроки эко-просвещения. Но из-за пандемии они теперь не могут приходить в школы. Но и тут на помощь пришел онлайн-формат. Фонд запустил дистанционный курс «Добрый землянин». С помощью смартфона или ноутбука можно бесплатно побывать на уроках по экологичному образу жизни. Таким же образом можно посещать и школу осознанного родительства. Это проект фонда «Дети Байкала». Нам позволило расширить географию проекта. В нашем проекте участвовали не только иркутяне. Это были жители Иркутской области, в том числе отдаленных районов. У нас были участники из Краснодара, из Москвы, Улан-Удэ, Красноярска. Несколько участников. Это мамочки с маленькими детьми, которые не могут оставить своих детей и куда-то приехать. Но все-таки есть добрые дела, творить которые дистанционно нельзя. К примеру, раздавать горячие обеды бездомным, навещать тяжелых пациентов в больницах, привозить продукты старикам, а вещи в детские дома. Продолжать можно бесконечно. Поэтому в эпоху коронавируса и онлайна важно помнить, что помощь волонтеров по-прежнему нужна во многих сферах. Юлия Шинкарюк, Василий Заводский. Новости по будням. В Иркутске набирает популярность еще одна форма благотворительности. Жители столицы Прибайкалья все чаще не продают ненужные вещи, а отдают их даром. По статистике популярного сайта объявлений, число бесплатных товаров в Иркутске за год выросло на 15%. Чаще всего наши земляки делились личными вещами. Товарами для красоты и здоровья, детскими игрушками, часами и украшениями. Безвозмездно отдавали и вещи для хобби и отдыха, а именно охотничьи, рыболовные и спортивные принадлежности. Также иркутяне раздавали коллекционные товары и книги. Нередко среди бесплатных товаров оказывались и питомцы, зачастую собаки. А вот из вещей для животных чаще отдавали продукцию для кошек. Кроме того, даром в Иркутске выставлялись товары для кухни, мебель и даже бытовая техника. Впрочем, несмотря на все вышеперечисленное, во всероссийский топ-10 самых щедрых городов страны столица Прибайкалья не попала. На первом месте расположилась Астрахань, а на десятом – Тольятти. Возможно, тот факт, что Иркутск не вошел в рейтинг самых щедрых городов страны, говорит о том, что отношение людей к друг другу в областном центре не на самом высоком уровне. Возможно, на это повлиял коронавирус. А может быть, есть и другие причины. Как раз это мы решили сегодня выяснить с помощью традиционного опроса. Мнение про обхожих узнаете далее. Ну, я работаю в больнице, злее стали. Ну, ничего хорошего не вижу в этих отношениях. Особенно этот ковид, все равно какой-то психический настрой у людей угнетает же это все. Мне кажется, ничего хорошего у нас нет. Вообще лучше стало. Я не вижу, чтобы хуже. По крайней мере, в коллективе все очень хорошо друг к другу относятся. Причина сыграла ковид, потому что люди стали относиться агрессивнее в плане того, что некоторые не хотят носить маски, некоторые хотят носить маски, некоторые дистанцию хотят держать. Есть города, где культура общения на более низком уровне. В Иркутске еще люди улыбаются, по крайней мере. Никто добра не желает, в основном завидует. Даже своим близким друзьям это завидует. Зависть – это вообще первое стоит на месте. Народ стал более такой сговорчивый. Даже спросить можно, куда там обратишься, подскажут. Раньше как бы такого не было. Как показал наш сегодняшний опрос, большинство респондентов считают, что отношения между людьми в последнее время изменились, причем в худшую сторону. Я также считаю, что напряжение между людьми немного выросло. Но это все можно легко исправить. Достаточно стать чуть более отзывчивее и добрее. Данил Седов, Владимир Пинаев. Новости по будням. Повлияли ли изменения в общественных настроениях на действия преподавателя одного из иркутских вузов, лишь предстоит выяснить. Женщине грозит уголовная ответственность по статье «Получение взятки». По версии следствия, за 25 тысяч рублей педагог предложила студентке написать за нее выпускную квалификационную работу, да еще и беспрепятственно ее защитить. Студентка согласилась на заманчивое предложение и перевела указанную сумму на банковскую карту преподавателю. Однако вскоре махинационная схема вскрылась. Теперь экс-лектору может грозить штраф минимум в 20 раз больше той суммы, которую она запросила на написание диплома. Следователями Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении преподавателя одного из университетов. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Получение взятки должностным лицом». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, а расследование продолжается. Оценить качество образования в Иркутской области, опираясь на данный инцидент, не получится. Да и не стоит этого делать, ведь процесс получения знаний сложен и многогранен, и порой даже рождает конфликты. Один из них – использование в речи так называемых феминитивов. Насколько прочно такие слова могут войти в нашу жизнь и как к их появлению относятся специалисты? Сегодня разбиралась Анастасия Смирнова. Подготовка к написанию нового рассказа у писательницы из Иркутска Софьи Николаевой идет полным ходом. За плечами девушки уже более 15 лет опыта и две написанные книги. И как и любой человек, профессионально работающий с языком, Софья постоянно изучает современные тенденции его развития. Одна из них – феминитивы. В целом к феминитивам я отношусь лояльно. Я негативно отношусь к попытке их насадить насильно. Современные феминитивы, они некрасивы в массе своей. Я не против феминитивов, повторюсь. Но когда меня пытаются назвать авторкой, ну как-то это странно, это не звучит. Феминитивы – тема, которая сейчас вызывает самые ожесточенные споры в обществе. Наиболее резонансный пример употребления хорошо известный – это депутатка, авторка или блогерка. За использование именно таких слов выступают преимущественно женщины, придерживающиеся феминистических взглядов и желающие таким образом обозначить свою роль. Однако многие по-прежнему считают, что использование феминитивов делают слова неудобными или даже грубыми. Так, по данным недавнего опроса одного из популярных сервисов, 75% жителей Иркутской области выступают против использования современных феминитивов. Ну, мне не нравится. Мне считают, что все должно быть классически нормальные слова, которые употребляются в словарях, которые действительно доступны всем. Это все… Ну, это сленг, наверное, молодежный. Я ничего против не имею, но эти слова лучше бы и не так не коверкались. Просто некоторые слова звучат гордо и как-то возвышенно, а эти, они не на слуху. Важно отметить, что феминитивы – не новое изобретение. В нашем языке уже давно существуют такие слова, как писательница, студентка или учительница. Главное их отличие от авторок, депутаток и блогерок в том, что первые уже устоялись в речи, и мы уже не воспринимаем их негативно. Ждет ли подобный процесс новые слова, сказать сложно. Все зависит от практики употребления. Это очень интересно наблюдать. Я думаю, что сейчас мы находимся как раз, если говорить об этой зоне языка, в процессе языковых изменений. И здесь для меня, как для лингвиста, не работает китайское проклятие, чтобы тебе жить в эпоху перемен. Наоборот, в эпоху перемен жить интересно. Интересно наблюдать за тем, как эти языковые средства сначала вызывали абсолютное отторжение, сейчас вызывают очень разнообразные эмоции, ну а в дальнейшем, может быть, они войдут в язык. Поэтому только со времени все мы сможем увидеть, какие слова язык принял в свою систему, а от каких по тем или иным причинам отказался. И повлиять на этот процесс ни давление прогрессивной общественности, ни от лица, ни консервативной части населения не сможет. Анастасия Смирнова, Виктор Черкашин, Владимир Пинаев, Новости по будням. Смогут ли феминитивы задержаться в русском языке, пока неизвестно. А вот холода в Иркутск, похоже, пришли надолго. Температура за окном будет понижаться всю неделю, ведь по области пройдут сразу два циклона. Первый пришел уже сегодня и принес с собой порывистый ветер и снег. Из-за обильных осадков видимость на дорогах сильно ухудшилась. Поэтому синоптики просят автомобилистов и пешеходов быть внимательнее в ближайшие дни. Ведь снег сойдет на нет в регионе лишь к четвергу. И тогда значительно похолодает. По области до минус 17, а местами и до минус 25 градусов. Морознее всего будет в самом северном Катанском районе Прибайкалья. Впрочем, погода не даст расслабиться и остальным жителям области даже к выходным. В пятницу и в субботу ожидается прохождение следующего, более активного циклона. С ним также снег, а порывы северо-западного ветра могут достигать 17 и 22 метров в секунду. И существенное понижение температуры воздуха. Днем в субботу в западных, центральных и южных районах минус 9, минус 14. А в ночь на воскресенье по области минус 20, минус 25 градусов. Холода – это испытание не только для жителей Иркутской области, но и для электросетевого хозяйства. Поэтому энергетики региона уже перешли на усиленный режим работы и организовали работу дополнительных аварийных бригад. Как именно проходит подготовка к зиме у специалистов, узнаете в следующем сюжете. Десятки крыш и ни одной трубы. Тепло в этих домах зависит не от печей, а от электричества. Поэтому так важно, чтобы зимой на сетях не возникало аварий. Для этого в Иркутском районе сейчас обновляют оборудование на местной подстанции. Чтобы выполнить работы как можно быстрее, привлекают вахтовые бригады из других районов. Мы сейчас производим замену трансформаторной подстанции. Здесь было на 160 подстанции. Поменяем на 400. Это будет улучшение качества электроэнергии и безаварийность. Самое главное, что потребители будут в течение недели дежурим день и ночь, то есть сутками. На усиленный режим работы сейчас перешли все специалисты Иркутской электросетевой компании. В Прибайкалье круглосуточно дежурят 57 аварийных бригад. Зима – самый напряженный сезон для энергетиков. Нагрузка на сети вырастает в несколько раз. Усложняют ситуацию и нелегальные майнеры. Чтобы повысить надежность электроснабжения и максимально снизить угрозу отключений, только в Иркутском районе в этом году реализовали около 20 крупных проектов. Был реализован довольно-таки серьезный проект по строительству РП номер один, которая распределила нагрузку между линиями 10 кВт в зоне именно подстанции Урик. И повысила их пропускную способность. И были заменены, заменен провод на более мощное сечение на 23 км линии электропередач. Установлено дополнительно более 30 подстанций. А на этом складе есть все необходимые материалы, чтобы оперативно устранить аварию на сетях. Только вот таких катушек здесь десятки. И в каждой больше 2000 метров проводов. Все материалы и запчасти самые современные. Энергетики вообще сейчас делают ставку на новейшие технологии. Например, закупают мобильные подстанции. Мобильная подстанция представляет передвижной объект, который можно передислоцировать из одного населенного пункта быстро в другой. Соответственно, данная маневренность позволяет нам быстро, оперативно обеспечивать при наличии крупных технологических нарушений включение потребителей в кратчайшие сроки. Период ограничения только на время подключения в сеть в работу данной подстанции. Дальше мы ее можем использовать на протяжении даже нескольких месяцев. Первую такую подстанцию привезут в Иркутск уже в ноябре. При этом в резерве у энергетиков уже есть более 20 других передвижных источников питания. Все для того, чтобы в домах жителей региона всегда были свет и тепло. Дарья Эйвазова, Василий Заводский, Новости по будням. Подвергать регулярным проверкам необходимо не только электрические сети, но и свой организм. По статистике, реже всего это делают мужчины. О том, почему легкомысленное отношение к своему здоровью необходимо менять и как это сделать правильно, расскажем в следующем материале. Мужчины болеют молча, потому что не любят лечиться. Пожалуй, лучше других об этом знают в первой мужской клинике. Представители сильного пола могут получить здесь консультации высококвалифицированных специалистов, большинство из которых, кстати, тоже мужчины. Понимая, что как трудно мужчине настроиться на прием к доктору, мы разработали комплексные программы, которые включают в себя обследование, сдачу анализов, диагностические исследования и прием специалиста. Такие программы позволяют сократить время на обследование и лечение. И, безусловно, это выгодно по стоимости. Клиника была создана специально для восстановления и поддержания здоровья мужчин и уже более 11 лет успешно работает в этом направлении. В арсенале медиков оборудование экспертного класса и передовые технологии, которые позволяют выявлять и лечить широкий спектр мужских заболеваний. Собственная экспресс-лаборатория дает возможность получать результаты некоторых анализов всего за 15 минут. В первом мужской можно пройти и обследование, и лечение, что особенно важно для иногородних пациентов. Главный принцип работы клиники – предупредить заболевание легче, чем лечить. Поэтому очень важно своевременно обратиться к доктору. Евгений Шоев, Ольга Полянская. Новости по будням. Обратиться к творчеству сибирских мастеров уже сейчас могут жители и гости Иркутска. Особенно актуально это сегодня, ведь 16 ноября отмечается Всемирный день рукоделия. Праздник носит неофициальный характер. Тем не менее, среди ремесленников он уже давно стал традиционным. Погрузиться в мир мастеров рукоделия сейчас можно на выставке декоративно-прикладного искусства «Войлочный ноябрь» в областном Доме народного творчества. В экспозиции представлены картины, игрушки, аксессуары и даже одежда, полностью сделанные в технике войлоковаляния. Всего в экспозиции представлено 50 работ за авторством мастеров со всего региона. Увидеть их можно до 12 декабря, естественно, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Ну а для тех, кто предпочитает оставаться дома в разгар очередной волны коронавируса, организаторы выставки записали специальную видеоэкскурсию, в которой знакомят зрителей с несколькими из представленных экспонатов. И когда сваливается такая игрушка, она потом даже шлифуется немножко наждачкой, чтобы вот она была прямо вот вон видна. Иногда, когда делаются очень большие, объемные такие даже скульптуры из войлока, очень много шерсти уходит. Ну а сразу после новостей спорта расскажем о том, что такое птичья кладовая. И диктант, посвященный какому российскому военному сословию, пройдет в Иркутской области. Баскетбольный клуб Иркут одержал пятую победу в сезоне. В девятом туре Суперлиги-1 наша команда на родном паркете принимала аутсайдера турнира команду ЦОП Локомотив Кубань из Краснодарского края. Первая половина матча проходила под диктовку оранжево-черных, однако в двух последних четвертях гости попытались переломить ход игры. Но, к счастью, к тому моменту отрыв в счете был уже слишком велик, а времени уже почти не оставалось. Итоговый счет 82-74. Иркутянин Савва Каморин привез золотую медаль из Кемерово. Там проходило первенство Сибири по бильярдному спорту. Наш земляк смог занять первое место в дисциплине «Динамичная пирамида» в возрастной категории 13-16 лет. В этом же зачете Матвей Верешня и Дмитрий Щербаков стали бронзовыми призерами. Аналогичный результат смогла показать и Ульяна Челнакова. Девушка стала третьей в категории от 16 до 21 года в комбинированной пирамиде. «Байкал Энергия» готовится к очередному матчу на выезде. Сегодня наша команда сыграет на льду города Киров против местной Родины. После трех туров чемпионата России наша команда занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе всего три балла. Ну а хозяева в нынешнем розыгрыше пока не одержали ни одной победы и обосновались на предпоследней 13-й строчке. Данил Седов, новости по будням. До 20 декабря в Иркутске будет воздвигнут ледовый городок. Уже сейчас в сквере имени Кирова началась установка главной новогодней елки. Окончание монтажа «Сибирской красавицы» зависит исключительно от погодных условий. В свою очередь тематикой ледового городка выбраны русские сказки. В частности, на главной площади областного центра поселятся «Водяной», «Баба-яга», «Кощей», «Богатыри», «Конек-горбунок», «Герои сказки гуси-лебеди», «Садко», «Жар-птица», «Колобок и леса», «Емеля со щукой», а также число 2022 и «Дед Мороз со снегурочкой». О других не менее интересных новостях со всего света расскажем в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте! И что только люди не придумывают, так и хочется воскликнуть, когда листаешь новостную ленту. И электрокары проектируют, и фильмы в космосе снимают, и фантазию проявляют по поводу разных акций. Вот об этом сегодня и поговорим. Что такое птичья кладовая, готовы рассказать в подробностях сотрудники Иркутского ботанического сада. Под таким названием они запустили акцию, чтобы поддержать пернатых зимой. Принять участие проще простого. Приносите в сад зерна пшеницы, ячменя, сушеные ягоды или семечки. Кстати, последние обязательно должны быть не жареные и не соленые. Акция продлится до конца февраля. Написать казачий диктант приглашают жители Иркутской области. Участникам нужно будет ответить на 20 вопросов об истории, культуре и традициях российского казачества. Те, кто наберет максимальное количество баллов, 100, получат подарочные сертификаты. Мероприятие всероссийское пройдет с 3 по 5 декабря. Написать диктант можно будет как офлайн, так и в онлайн формате. В трудовую спячку массово впадают россияне с наступлением холодов. Таковы результаты социологического исследования. Так, большинство опрошенных отмечают ухудшение работоспособности при минусовых температурах. 39% более быстрая утомляемость, 19% сонливость, а 15% заявили, что не могут проснуться утром из-за темноты. Чтобы победить это, одни начинают больше пить кофе, другие активнее заниматься спортом и больше гулять. А вот бы повсеместно запустить такие фейерверки в новогоднюю ночь. Акция бы получилась отличной, да и выглядела бы потрясающе. Эта красота была изобретена мастером из Китая по имени Цай Гайцан. Он придумал и успешно запустил в небо фейерверк «Лестница в небо». Отметим, что название на 100% оправдывает конструкцию салюта. Огненные ступеньки поднимаются вверх по небосклону. Высота салюта получилась около 500 метров. Встречайте каждый день в отличном настроении. А мы водорим еще больше хороших новостей. И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Звоните в 792-402, если у вас есть интересные новости. И не забывайте про наш сайт www.ntsdfistv.ru. Я же на этом прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами. Субтитры подогнал «Симон»